Я намеренно не сняла мнению в заглавии, потому что сету – это и название этноса, и название языка, на котором этот этнос говорит. И я имела в виду как этнос сета в Сибири, так и язык сета в Сибири. Сету – это небольшая этническая группа носителей южного прибалтийско-финского идиома, близкородственного эстонскому языку, автохтонное население Печорского района Московской области и юго-восточной части Эстонии, как это все сейчас видно на карте. Согласно переписи 2010 года в России проживает 2014 сета всего, из них 123 проживают в Псковской области, в местах традиционного проживания, а 75 живут в Красноярском крае. Остальные дисперсно распределены по другим регионам Российской Федерации. Но цифрам этим совершенно невозможно доверять, поскольку известно, что некоторые сеты назвали себя эстонцами, и даже очень многие сеты в переписи называли себя эстонцами. А поскольку эстонцы также проживают в России, то невозможно определить реальное число проживающих в России сет. В частности, в Красноярском крае в ходе экспедиции 2019 и 2020 годов, нами было выявлено существенно больше этнических сет, чем мы видим цифру в переписи. В Печорском районе Псковской области также гораздо больше сету, чем засвидетельствованы в переписи, и это тоже было выявлено в ходе экспедиции. Сейчас мы будем говорить о сибирских сетах. В Красноярский край сеты переселились по аграрной реформе Столыпина. Переселялись они с конца XIX до начала XX века. В государственном архиве Красноярского края хранится довольно много любопытных документов по переселению крестьян из Европейской части Российской империи в Сибирь. Там можно найти переселенческие листы, копии паспортов переселенцев, протоколы заседания комиссии по образованию переселенческих участков и много-много других интересных документов. На Западе России плотность населения была большой, размер земельных наделов не всем позволял прокормить семью. Кроме того, на Северо-Западе почва не очень трудородна. В Сибири переселенцам выделяли намного больше земли и на продолжительное время освобождали от налоги. Многие от безысходности устремлялись на восток, и первые переселенцы по железной дороге могли доехать только до Челябинска. На этом Транссибирская магистраль заканчивалась в то время. И в Челябинске находился переселенческий пункт. И так было, пока не был построен следующий участок Транссибирской магистры. Из Челябинска они отправлялись на свои переселенческие участки на лошадях. Переселенческие участки вырубались в тайги. Просто на пустомнике. Существовала специальная комиссия по переселенческим участкам. Учитывался размер надела, плодородность почвы. При недостаточности этих факторов для нормального уровня жизни иногда в расчет принимались в качестве компенсации наличие реки с большим количеством рыбы. И все это можно отследить по документам в Красноярском государственном масштабе. После заселения переселенческого участка тем количеством семей, под которые он выделялся, участку присваивался статус деревни и жители получали наделы в собственности. Среди переселенцев были, разумеется, не только седом, многие народы устремились на восток, но участки заселялись по этническому признаку. Это очень важно. Это способствовало долгое время сохранению языка. Нередко название деревни давали первые переселенцы по тому населенному пункту, из которого они приехали. Деревня Хайдак, в которой лучше всего в настоящее время сохраняется язык сету, изначально называлась Хайдакюля. То есть деревня Хайдак, но затем внутренняя форма потерялась и название редуцировалось. Сету жили в нескольких районах к востоку и югу от Красноярска. В настоящее время они компактно проживают в двух деревнях в Куртизанском районе. Это деревни Хайдак и Булатновка. И в одной деревне, в Рыбинском районе, это Новая Печора. Но, к сожалению, в Манском районе, где компактно еще недавно проживали сету, мы обнаружили, что больше компактно сету не проживают. На слайде виден самый первый дом, построенный переселенцами в деревне Хайдак. Это самое начало XX века. По-моему, 1901 год. Он сохраняется в таком хорошем состоянии. Видны наличники. Вообще удивительно, что нужно было думать о хлебе насущным людям, но они все равно не забывали об эстетике. Наличники сохранились по сей день. И вообще такие замечательные наличники по этой деревне еще много где сохраняются. Расселение по этническому признаку и, соответственно, сохранность этнических языков при слабом владении русским оставались вплоть до начала коллективизации. Эстонцы и эсеты первых поколений переселенцев, будучи представителями разных конфессий, не вступали в браки друг с другом. По свидетельству информантов, в деревне Новая Печора был забор. К сожалению, я не могу показать его на слайдах. Я его уже не застала. Его разрушили после войны. Этот забор разделял два конца – сету и эстонский. В отличие от проживающих в Печорском районе Псковской области, у красноярских сету русские имена и фамилии. Это их до сих пор отличает от эстонцев. Дело в том, что у сета не было фамилий, и Печорские сеты получили эстонские фамилии в 1920-е годы, когда территория их проживания входила в состав буржуазной эстонии. Красноярские сеты при переселении, как и было положено, православным в Российской империи получили русские фамилии. Несмотря на осознаваемое неотождествление сета с эстонцами, отсутствие литературного языка и письменности на сет, одни должны были обучать своих детей в эстонских школах. Эстонские школы появились не сразу. Первое поколение переселенцев было неграмотным, затем были приглашены учителя-эстонцы. В 1930-е годы почти все учителя-эстонцы были расстреляны, эстонские учебники уничтожены, и языком преподавания как для сета, так и для эстонских детей стал русский. Тем не менее, языком общения среди сету оставался сет. До поступления в школу большинство детей не говорили по-русски. Часто учительница была носителем сету и использовала этот язык как вспомогательный, пока дети не обладевали русским. Информанты 1960-х годов рождения говорят, что не знали русского до поступления в школу. При отсутствии учителей-носителей сета пришлось открыть подготовительный класс для обучения русскому языку. В школе и в колхозе велась пропаганда перехода на русский язык, но, впрочем, не очень успешная пропаганда, поскольку по свидетельству информантов еще в 1980-е годы языком общения в деревнях с населением сету продолжал оставаться сету. Вообще наши информанты говорили, что носители сету, механизаторы в колхозах довольно агрессивно воспринимали политику русификации со всеми вытекающими обстоятельствами. Хотя там внушалось, что коммунисты, конечно, должны обязательно перейти на русский язык. В школе говорили, что комсомольцам вообще не к лицу говорить на сету, они должны перейти на русский язык. Ну и пионеры, наверное, тоже. После Великой Отечественной войны забора, о котором я говорила, разделяющий эстонские и сетовские концы деревни Новая Печора разрушили. Но дело в том, что там уже такая была демографическая ситуация, что они вынуждены были все-таки вступать в браки друг с другом. Ну и тем более, что там конфессиональные различия уже такой роли не играли, поскольку после войны уже мало кто, по крайней мере, в открытую продолжал религиозные традиции. И языком бытового и производственного общения между эстонцами и сету был сету. Довольно такая нестандартная ситуация. И, несмотря на, казалось бы, меньше престиж из-за отсутствия письменности. Но в данном случае престиж сету не был ниже, чем престиж эстонского. При том, что письменности так и не было. И в недавнем прошлом обучение в школе было на эстонском. Еще вполне были нестарыми те люди, которые учились на эстонском языке. Сложилась парадоксальная ситуация. Эстонцы, жившие в окружении сета, переходили на сету. И сета, в конце концов, вытеснил эстонский язык. В настоящее время в деревне Новая Печора по-эстонски не говорят. А среди носителей сету есть люди, носящие эстонские фамилии. При этом сету называли свой язык эстонским. А в деревне с середины 1950-х годов вплоть до середины 80-х годов была восьмилетняя школа. И в библиотеке деревенская хранится, вот вы ее видите сейчас, алфавитная книга записи учащихся, в которой имеются сведения обо всех учениках, когда-либо учившихся в этой школе. Я не показываю на слайдах нутро этой книги, потому что, наверное, это частная информация. И я не спрашивала у тех людей, чьи фамилии там записаны разрешения. Поэтому, хоть мне и позволили перефотографировать эту книгу, я не злоупотребляю. Доверим, но, наверное, придется поверить мне нас. Особый интерес для нас имеет графа родной язык. И в самых ранних записях у подавляющего большинства учеников в качестве родного языка значится эстонский. При этом надо понимать, что имеется в виду сету, ну, по крайней мере, в ряде случаев уж точно сет. Иногда у сиблингов различаются родные языки. У одних эстонский, у других русский. Причем не обязательно такая ситуация, что эстонский у более старших сиблингов, а у русский у тех, кто помоложе. Если бы была такая корреляция, то можно было бы предполагать, что постепенно происходил заметный сдвиг в сторону русского языка. Но в действительности скорее всего записывали со слов учеников и дети билингвы в одной и той же семье по-разному оценивали соотношение своих языков, что, впрочем, как надо понимать, не обязательно, прямо соответствовало уровню владения. с 1967 года по 1970 год спорадически вместо родного языка в данной графе стала записываться национальность. А с 1971 года родной язык уже полностью подменяется национальностью. Таким образом, у нас имеются наиболее достоверные сведения о выборе родного языка у родившихся до 1960 года, то есть записанных в первый класс до 1967 года. Языковой сдвиг информанты связывают с ликвидацией колхозов и необходимостью уезжать в города на заработки. Дети, которые уезжали с родителями, а потом возвращались, пожив в городе, язык утрачивали. Традиционно воспитанием детей в сообществе все тут занимались бабушки, поскольку они, в отличие от родителей, уже не заняты в производстве. В настоящем они лучше всего сохраняют язык те, кого воспитывали бабушки. Часто бывает так, что младшие сибринги, уже не заставшие бабушек, языка не знают, в то время как старшие хорошо владеют языком. И в таких случаях родители общаются со старшими детьми на сету, а младшие не могут поддержать разговор. В местах компактного проживания пассивно владеют сету практически все. Самая молодая полноценная носительница 1990 года рождения. В моей практике это вообще самый юный информант, о котором только можно мечтать. языковая лояльность по отношению к сету очень высока даже у тех, кто практически не владеет языком. Все не владеющие сожалеют о том, что им не удалось выучить язык и надеются воспоминуть пробег. Полевая работа с исчезающими языками часто провоцирует находки общетеоретического плана. Работа с идеомом сибирских сет это не исключение. Многие исследователи исчезающих идиомов пытались систематизировать причины исчезновения и факторы жизнеспособности языков. Видимо, не большее число факторов 33 приведено в работе Джона Эдвардса, которая здесь выведена на слайд. Однако, как написано в работе Ленор Гленобль и с авторами Лензи, которые тоже здесь выведены на слайде, этих параметров также недостаточно. В частности, авторы предлагают различать макро- и микро-уровни при анализе факторов, влияющих на сохранность каждого конкретного языка. Например, говоря о языках постсоветского пространства, они указывают что на исчезновение последних на макро-уровне повлияло усвоение русского языка в ущерб остальным языкам. Тем не менее, фактическая жизнеспособность каждого отдельного языка может также рассматриваться как следствие локальных переменных и быть результатом микропеременных, как они считают. и в работе указанной Джона Эдвардса приводится в работе Линобль и Линси приводятся примеры некоторых параметров описанных в работе Эдвардса, которые необходимо рассматривать как на макро- так и на микро-уровнях. И там присутствует вопрос под номером один численности концентрации носителей языка и он с этой точки зрения не рассматривается. Тем не менее, пример сибирских сеток говорит о важности и перспективности изучения данного параметра на микро-уровне. И вот почему деревня Хайдак, которую мы сейчас видим на слайде, это в прошлом переселенческий пункт, вырубленный в тайге и он представляет собой одну улицу протяженностью 1 километр 100 метров. В центральной части исторически в послевоенное время находились административные здания клуб школы фельдшерский пункт. Учителя и в особенности медицинские работники были приезжими и естественно не знали языка сетки. Поскольку общаться с местным населением можно было по-русски, приезжая интеллигенция не стремилась научить язык. Как правило, они приезжали с детьми, которые, конечно же, тоже не говорили на сетку. Жили они в казенных домах недалеко от рабочих мест. И местные дети, дошкольники, которые проживали в центральной части деревни, играли с приезжими детьми и усваивали от них русский язык. Приходя в школу, они уже умели говорить по-русски, в отличие от их сверстников, живших в других концах деревни, которые приходили в первый класс, не зная ни одного слова по-русски. Таким образом, концентрацию целесообразно рассматривать на микро, прямо микро-микро-уровне. Еще один пример демонстрирует концентрацию на микро-уровне в партизанском районе Красноярского края в давнем прошлом сета сохранялся еще в одной деревне, деревня называется Крестьянск. В ходе экспедиции выяснилось, что пожилые люди, относительно недавно использовавшие сеты в повседневной жизни и бывшие еще совсем недавно полноценными носителями, совершенно забыли язык. Сдвиг в пользу русского языка произошел очень быстро и для некоторых настолько незаметно, что они вообще были сами удивлены своей неспособностью выразить хоть какие-то элементарные высказывания на сету. Другие же недавние носители, но сейчас как-то уже не носители, тетка отрефлексировали в момент перехода на русский язык. Сету был еще недавним языком домашнего общения и средством коммуникации односельчан. С течением времени в деревню приезжало все больше и больше русскоговорящего к населению. В конце концов, преобладающим языком вне семьи стал русский. Поскольку русский язык стал использоваться очень часто, он вытеснил сету и в сфере домашнего общения. Таким образом получается, что из-за уменьшения концентрации носителей сету идиом исчез. Что касается собственных лингвистических характеристик идиома сибирских сетов, то надо отметить, во-первых, его очень большую вариативность, что объяснимо, поскольку предки сегодняшних носителей переселялись из разных мест и были носителями разных говоров. Во-вторых, этот идиом обладает более архаичными чертами, чем тот язык сету, который сейчас распространен на автоктонной территории. К сожалению, я не могу останавливаться на языковых особенностях в рамках данного доклада. И в заключении я должна сказать, что сибирские сету не теряют культурных связей с исторической родиной, продолжают обмениваться визитами, участвуют в праздниках и в целом сохраняют исполненную культуру. Спасибо.